Добрый вечер, вы переведите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жухаев. Который за последние 10 лет вырос с 70 до 83%. Все мероприятия программы по газификации республики до 2025 года, которую подписали с Алексеем Миллером, выполняются четко по графику, сказал Рашид Темрезов. В свою очередь Сергей Густав отметил высокую платежную дисциплину 100% расчет за потребленный газ в Карачаево-Черкесии, назвав данный показатель лучшим по СКФО. Вопросы газификации и газоснабжения Карачаево-Черкесии обсудили на расширенном совещании с руководством «Газпром Межрегионгаз». В этом году стартует строительство сразу двух больших газопроводов в Учкуланском ущелье до Джамагацкого. На сегодняшний день ведется разработка проектной документации для строительства еще трех поселковых, которые позволят газифицировать 9 сельских населенных пунктов в Урупском районе. Мадина Каракетова подробнее. Прежде чем приступить к обсуждению заявленных тем, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов приветствовал заместителя начальника регионального департамента ПАО «Газпром» Арсена Гоглоева, генерального директора «Газпром Межрегионгаз» Сергея Густава, а также коллектив газовиков Карачаева-Черкесии, которые сегодня отмечают юбилейную дату 60 лет со дня образования газораспределительной организации в республике, и выразил всем присутствующим благодарность за работу. У нас есть задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации. Мы в плотном контакте с вами, со всей вашей командой, неукоснительно исполняем их, и где-то даже какие-то нововведения, такие как принятое решение, мною принятое решение по вашему совету о том, чтобы мы по то, что касается социальной газификации, сделали прямо до дома. Это касается всех жителей нашей республики. Рашид Темрезов выразил уверенность, что договоренности, прописанные в программе газоснабжения и газификации Карачаева-Черкесии на 2021-2025 годы, будут реализованы в полной мере. И самое главное, отметил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав, газ, поступающий в Карачаево-Черкесию, оплачивается вовремя и в полном объеме. Республика газифицирована на 83,7%, тогда как в целом в России этот показатель достигает 72%. Будет построено еще 372 километра распределительных сетей, вновь газифицированы будут 25 населенных пунктов, обеспечена техническая возможность газификации еще 8,5 тысяч домовладений, и 30 котельных перейдут на природный газ. Сергей Густав отметил, что программы 2021-2022 годов выполнены успешно. До конца января будет утвержден план график синхронизации на 2023 год, и нет оснований сомневаться, что и эта работа будет выполнена на уровне. Что касается догазификации, то на сегодняшний день подано 3700 заявок, из которых принято в работу 3400. «Газпром» газораспределение «Черкеск» подписал договор, и компания обязуется построить газопровод до границы земельного участка. Гражданину, владельцу достаточно будет купить газоиспользующее оборудование, плиту, котел. А с учетом решения президента, поручения президента, которое тоже вами реализовано в республике, еще для 9 льготных категорий граждан будут предоставлены субсидии 100 тысяч рублей, то можно сказать, что для очень большого количества жителей республики вся догазификация, по сути дела, будет без использования их средств. Сергей Густав также довел до сведения участников совещания, что программа догазификации полностью профинансирована, обеспечена трудовыми и материально-техническими ресурсами. «Если нас услышат жители республики, если вы проживаете в населенном пункте газифицированном, и у вас нет газа, даже если нет газа на вашей улице, на соседней, но населенный пункт газифицирован, подайте заявку, и мы в совместной работе с правительством республики доведем газ, теперь можно говорить уже до цоколя вашего дома». Участники совещания обсудили принципы безопасного использования газового оборудования. Вопрос был поднят не случайно, так как в прошлом и позапрошлом годах в республике имели место быть случаи отравления угарным газом, в том числе и с летальным исходом. Как отметили специалисты, речь идет о домовладениях, в которые был невозможен доступ специалистов газовой службы. В завершение совещания Рашид Тимрезов и Сергей Густав поздравили «Газпром» газораспределения «Черкес» 60-летним юбилеем. Магина Каракетова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 9 градусов мороза в горах местами до минус 14, а днем до плюс 5 и местами до 10 выше нуля. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 8 градусов мороза, а днем до 5 тепла. Все детские выплаты социального фонда приходят родителям на счет в банке в один день каждого 3-го числа нового месяца. За предыдущий сообщают в ведомстве. Напомним, с января этого года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3-х лет передана из органов соцзащиты населения Социальному фонду России. В этой связи за текущий месяц деньги были перечислены с 13 по 20 января. В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться 3-го числа каждого нового месяца. В единый день доставки всех детских пособий. Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. Развивать чувство патриотизма, проявлять любовь к родине, интерес к истории. Такую ответственную работу ведут учителя в школах. Результаты патриотической деятельности педагоги и учащиеся школы номер 6 города Карачаевска представили на мероприятии, посвященном оборонно-массовой и военно-патриотической работе, которая стартовала в этом же образовательном учреждении. Алла Динаева подробнее. Орлята, юные пограничники, юноармейцы, все отряды школы номер 6 Карачаевска к торжественной линейке готовы. А когда звучат гимны России Карачаева-Черкесии, дети хором и с удовольствием подпевают. Наглядный пример ребятам для подражания – это представители силовых структур, которые участвуют в мероприятиях. И не первый раз, как происходит здесь торжественное мероприятие, уроки мужества отрадно видеть, что патриотическое воспитание в шестой школе – это на первом планке. О любви к родине, о мужестве защитников ребята читали стихи и пели песни. За большой вклад в патриотическое воспитание Совет ветеранов и Союз офицеров вручили педагогам благодарственные письма. Карачаево-Черкесской республики, поздравляю вас с знаменательным делом. Очень хорошо, очень красиво, понятно, доступно. Это все. Спасибо вам большое. Патриотическое воспитание молодежи. Это наш еще один город, наш сад. На протяжении многих лет это образовательное учреждение занимает лидирующие места в месячниках оборонно-массовой и военно-патриотической работе. И это не только в Карачаевском городском округе. Вот у меня мороз по коже идет, когда я говорю эти слова. Я горжусь своими детьми. Когда мы проводим такие мероприятия, с каким вниманием они слушают этих ветеранов. У них слезы на глазах. Вот читают стихи, поют песни, и в их глазах читается, что они сопереживают, понимают, вникают в эти слова и в ситуацию. То есть, ну, они живо воспринимают вот это вот все. Отряд «Российское движение детей и молодежи» состоит из учащихся 6-го А-класса. Вместе со своим педагогом Лидией Беляловной они готовились к сегодняшнему мероприятию. Чтобы мы это доносили вовремя, чтобы дети в таком возрасте уже знали, что такое Родина. Его надо защищать каждый на своем месте. Зная состав руководителя, Светлана Борисовна, они всегда проводят такие мероприятия на высшем уровне. Не только здесь, они представляют наш округ на различных республиканских мероприятиях за пределами. Они всегда возвращаются с какими-либо победами, с призами. И у них военно-патриотическое образование всегда на высшем уровне. Узнать лучшую историю из своих выдающихся земляков способствует и музей Героя России Дугербия Узденова, имя которого носит 6-я школа. Фотоальбомы личные и вот китель Дугербита Наевича. Это период его работы в МВД, когда он работал, его награды все здесь. Алла Динаева, Али Бастанов, Вместе, Карачаево-Черкесия. Маленькая кузница юных призеров и чемпионов. В Станице Исправной Зеленчукского района вот уже 6 лет функционирует спортивная школа по вольной борьбе, где занимаются более 30 детей. За этот короткий промежуток времен юные спортсмены Станицы стали победителями и призерами различных российских и международных турниров. Подробнее о достижениях расскажет Алихан Лепшоков. Нескончаемый энтузиазм и стремление к совершенству. Каждый из юных ребят занимается с особым рвением, оттачивая все приемы до полного автоматизма. Тренер Азрет Кипкеев следит за подготовкой спортсменов. Буквально за 6 лет Азрету Кипкееву удалось добиться больших результатов. Ребята завоевали множество медалей, кубков на различных российских и международных соревнованиях. Интерес у детей появляется, когда они развиваются и достигают высоких результатов, отмечает тренер. 30 учеников у меня сейчас борются, тренируются и результаты очень хорошие дают. В прошлом году был турнир в Малокарачаевском районе. Открытое первенство было тоже по младшим этим. В 13-12 годах боролись. У меня один ученик стал чемпионом, сделав 4 сваток, он выиграл всех, досрочно всех выиграл и стал чемпионом. Совсем недавно юные борцы приняли участие во всероссийском турнире в Тульской области. Ребята достойно представили нашу республику и трое юных спортсменов привезли одну золотую медаль и две бронзы. Азрет нас хорошо подгодавливает. Мы его и слушаем все. Они были, как вам сказать, сложные, было сложно бороться. Но благодаря Азрету я выиграл третье место. Я боролся четыре раза. Одну схватку проиграл и три выиграл. Якуты были очень сильные, они были очень быстрые, незаметные. Когда вот стоишь, они очень быстро приемы делали. Руководство Зеленчугского района и многие неравнодушные люди поддерживают нас, помогая нашим юным спортсменам принимать участие во многих различных соревнованиях. И мы благодарны, им отмечает тренер по вольной борьбе Азрет Кипкеев. Огромная благодарность тоже хочу сказать в лице зам главы администрации Зеленчугского района Брыкина Марине. Она тоже, ну, по всех этим вопросам тоже помогает. И еще хочу огромную благодарность выразить депутату Народного собрания Аслану Боташеву, который постоянно помогает спортсменам и постоянно не остается в стороне, где что надо, он всегда поддерживает. Благодаря грамотному подходу и спортивной подготовке тренера Азрета Кипкеева наши дети с особым желанием посещают тренировки, признаются родители юных чемпионов. Я безумно рада, что мы именно занимаемся этим видом спорта. У нас получается, мы занимаем призовые места, что безумно радует душу, вот, не только мою, но и папу, вот, всех и близких. Вот, так что мы безумно рады, что он ходит. Также хотелось бы отметить, все зависит от тренера, поэтому, видимо, мы попали в тот момент, в ту минуту, что мы вот записались, и нас, в принципе, все устраивает. И тренер для нас делает многие вещи, которые необходимы для победы. Скоро новые соревнования, и юные борцы Исправной усердно тренируются, чтобы пополнить копилку высокими наградами. Алихан Лепшоков, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!